Здравствуйте! С вами программа «Газон в озон. Удачный сезон». И сегодня мы поговорим о том, как создать сад, который не требует ухода. Ну, почти не требует. Ведь красоты вокруг хочется, а вот тратить время на ее поддержание совсем нет. Если ваш личный садовник еще не ждет ваших указаний, то давайте создадим малоуходный сад. Конечно, с нуля это сделать проще, но и уже существующий ландшафт можно внести улучшения. Итак, приступим. Первым делом надо поработать с клумбами. Избавить свою семью от прополки красоты можно, применив мульчу. Самый простой способ удалить сорняки и засыпать клумбовую зону мульчой. Мульчирование – это укрытие поверхности земли вокруг растений материалами, пропускающими воздух и воду в верхние слои почвы. Мульча бывает органическая, которая со временем перегнивает и улучшает структуру почвы. К ней относятся листовой перегной и сухие листья, древесные опилки, щепа, стружка, кора, а также сосновая и еловая хвоя и торф. Только хвоя и торф дают кислую реакцию в почве и рекомендуется для использования только под растения ацидофилы, такие как гортензия, вереск, азалия и рододендроны. Неорганическая мульча – это гравий, сланец, галька, мраморная и гранитная крошка. Такая декоративная мульча наряду с практическими задачами выполняет эстетические, подчеркивает красоту хвойных и лиственных растений, служит отличным фоном для них, а также пропускает и удерживает влагу в почве, не позволяя прорастать сорнякам. Проводить мульчирование лучше всего весной, когда почва достаточно напитана влагой и прогрета весенним солнышком. Перед мульчированием необходимо удалить сорняки, прорыхлить землю вокруг растений и удобрить почву. Насыпать вокруг мульчирующий материал и распределить его равномерным слоем толщиной 5-7 см. Слой меньше 5 см не дает достаточную защиту растениям и его будет сдувать ветром. Использовать мульчу можно не только на клумбах, но и в саду, в теплицах, на грядках. Кстати, о грядках. Все больше огородников используют высокие сборные грядки, которые удобны в уходе и дают отличный урожай. Теперь поговорим о деревьях и кустарниках. Все мы любим смолистый запах сосны. Но вот специально сажать сосну на своем ленивом участке мы не рекомендуем. Ведь после каждого дождя вам придется убирать с дорожек по нескольку ведер шишек. Такими же хлопотными деревьями считаются березы, липы и дуб. С березы сережки и ветки, с дуба желуди, а с липы в разгар лета капает липкий сок. Конечно, все зависит от размеров участка. На большой территории крупные быстрорастущие деревья незаменимы для создания зеленой массы. Но если участок небольшой, до 10 соток, то подойдут такие декоративные растения, как сирень, боярышник, чубушник, он же жасмин, иргаламарка, прекрасные неприхотливые кустарники, такие как дерен белый, спирея японская, спирея вангута, пузыреплодник калинолистный. Эти растения не только устойчивы к болезням и вредителям, а также хорошо переносят засушливые периоды. Они легко поддаются формовке и быстро растут. Невысокие деревья, такие как слива мелкопильчатая, яблоня роялти, миндаль трехлопастной, не только нетребовательны в уходе, но и высоко ценятся ландшафтными специалистами за свою декоративность. Из плодовых деревьев также лучше сажать сорта, устойчивые к нашим климатическим условиям – смородину, крыжовник, вишни, черешни, яблони и груши. Да, свои персики – это хорошо, но каждую весну из-за заморозков есть риск потерять не только урожай, но и дерево. Между деревьями, кустарниками, грядками и клумбами мы прокладываем дорожки. При выборе тротуарной плитки тоже нужно помнить о малоуходности. Например, на однотонной плитке заметнее рассыпавшаяся почва или следы от раздавленных ягод. А вот плитка Color Mix от компании Steinruz позволяет скрывать садоводческие огрехи. Палитра Color Mix – это сочетание нескольких цветов и оттенков на одной поверхности. Следы садоводства, огородничества и даже быта скрывает цвет октау. Сочетание черного и белого рождают приятные переходы серых оттенков. Также минимального ухода потребует плитка в цвете Color Mix Bromo. Здесь объединены коричневый, желтый и оранжевый пигменты. А вот коричневый, черный и белый пигменты дают цвет Color Mix Umbra. Он вообще универсален и подходит к большинству ландшафтных решений. Moco и Brown создаются с использованием коричневых и бежевых пигментов, но в разных пропорциях. А еще для малоуходного сада подойдет наш фирменный цвет Color Mix Steinruz. Еще один возможный вариант – плитка Backwash. Мелкофракционный щебень натуральных минералов проступает на поверхность плитки благодаря отмыву водой под давлением. Для малоуходного сада лучше выбирать цвета с равномерным использованием темных и светлых тонов. Очень популярны Байкал и Ладога. Цвета Рица, Абрау, Валдай, Таймыр радуют глаз даже после сильного дождя или ветра. Учитывать нужно не только особенности растений, но и поведение животных и птиц. Над вашими садовыми дорожками не должно быть гнезд, скворечников и кормушек. Да и домашней птице по брусчатке лучше не разгуливать. А вот как быть с собаками и кошками мы сейчас узнаем у специалиста. Когда мы держим дома домашних животных, мы должны учитывать, что у них есть определенные потребности и определенные особенности характера. И эти потребности, они формировались миллионами лет эволюции и не сводятся только к тому, чтобы поесть, сходить в туалет и подвигаться. И естественно, когда собакам скучно, они начинают пытаться искать что-то новое. Они не могут зайти в гугл, они не могут посмотреть ютуб, они не могут посмотреть телевизор. Они могут копать, рыть, что-то грызть, изучать. И не существует способа, чтобы отдельно выключить изолированную вот эту потребность у них. Либо мы проводим с собакой очень много времени, какой бы ни был у нас большой участок, какие бы ни были замечательные корма у нашей собаки, все равно собаке также нужно общение и новая информация. Либо мы проводим с собакой очень много времени, ездим куда-то, развиваем ее, занимаемся, дрессируем. Либо, к сожалению, остается только механический. Не давать собаке возможность что-то портить на вашем участке, что-то грызть, что-то копать. Это чисто вопрос уже строительный. Если собака склонна рыть, то сделайте ей такие поверхности, которые она не может раскопать. Либо какие-то бетонные плиты, либо укрепляйте газоны, например, при помощи сетки. Что касается кошек, то примерно такая же история. Кошкам нужно общаться, в том числе и при помощи запаховых меток. И не существует способа как-то изолированно объяснить кошке, что вот именно этого делать не стоит. Все равно, когда вы с кошкой не общаетесь, а это большая часть дня, скорее всего, кошка будет это делать. Поэтому все, что вам остается, это только каким-то образом механически ограничивать кошку, чтобы она не ходила там, где этого делать не стоит. Ну или посвящайте животным гораздо большую часть жизни. Если они живут с вами как члены семьи, то значит вы должны проводить с ними времени не меньше, чем с другими членами семьи. И тогда, да, вы сможете им объяснить, вот это вот мне нравится, а это не нравится. Вот это вот делай, а это не делай. Вот здесь вот ходи, здесь не ходи. Но для того, чтобы так общаться с животными, нужен очень хороший контакт и нужно проводить очень много времени с ними. И немного о декоративных растениях в малоуходном саду. Выбирать нужны те, которые способны расти на одном месте без пересадки хотя бы лет семь. К таким растениям относятся хосты, лилейники, баданы, травянистые пионы, горянки, волжанки. Также стоит уделить внимание полезным многолетникам, таким, например, как разнообразные шалфеи в сочетании с котовником, тимьяны и монарды. Они цветут до полутора месяцев, дают прекрасный аромат, а после цветения часть растений можно срезать, засушить и использовать для полезного чая. А посадить их можно не только на клумбу, но и в вазоны от компании «Штайн Рус». Почва в них прогревается раньше, так что и цветение сможет опередить привычный срок. Влага здесь удерживается эффективно, удобно вносить подкормку и удалять сорняки. А выглядит такая мини-клумба очень эффектно. И в финале о газоне. Он в концепцию малоуходного сада не вписывается. То подкормки, то покосы. И рачительные хозяева уже сейчас отказываются от газона и свободную территорию застилают плиткой. Компромиссный вариант – проницаемые тротуары. Это плитка редкой кладки, а в межплиточном пространстве – газонная трава или естественные природные покровы. И ходить удобно, и ухаживать легко. Ну что ж, мы желаем вам легкого садоводства и приятного огородничества. Помните, сады и грядки должны приносить вам радость, а не утомление. С вами была программа «Газон в Озон. Удачный сезон». До встречи в следующих выпусках.